Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» мы выходим в прямом эфире одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссёры Мария Новгородова Николай Слепцов-Айдын, у микрофона Любовь Петрова. Всем давно известно влияние музыки на интеллектуальное и эмоциональное развитие человека, личности, особенно ребёнка. В нашей республике с 2013 года действует проект «Музыка для всех», иницинированным первым президентом Республики Саха-Якуте Михаилом Ефимовичем Николаевым. Сегодня у нас в студии руководитель научно-методического центра межведомственного проекта «Музыка для всех», доцент Высшей школы музыки имени Босикова Ольга Михайловна Харайбатова. Здравствуйте, Ольга Михайловна. Здравствуйте. И директор Якутского хореографического колледжа имени Аксини и Натальи Посельских Дарья Ивановна Дмитриевна. Здравствуйте, Дарья Ивановна. Здравствуйте. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 3211666. Во время прямого эфира вы можете присоединиться к нашему разговору и задавать интересующие вас вопросы по теме нашего разговора гостям студии. Ольга Михайловна, вот проект действует с 2013 года, да, уже 10 лет. Вот какие итоги, к чему вы пришли за эти 10 лет? Да, вот приоритетность и паритетность государственной политики Михаила Ефимовича Николаева, образование, культура, духовность, после этого только экономика, определила государственную политику. И мы действительно с 2013 года, вот уже в этом году будем отмечать десятилетие. Поэтому, конечно, те дети, у которых у нас самая главная задача в том, чтобы музыкальное, всеобщее образование вошло бы в школы, в школьную программу. В общем, чтобы дети знали не только буквы, цифры, но и знали бы и ноты. Но мы считаем, что за 10 лет мы многое достигли. Когда мы побываем в общеобразовательных школах, дети стоят практически 80-100 человек на сцене и играют от радости Баха на флейте. Еще говорят, не загораживай ноты, значит, они знают эти ноты. Это общеобразовательная, это не музыкальная школа? Да, это общеобразовательные школы. Наш проект, конечно, и детская школа искусств входит. Они сейчас отмечают, что мы создаем условия для того, кто хочет, должны все заниматься. И мы создаем вот в республике, скажем, сферу, где музыка везде бы звучала, музыка классическая, скажем, в том числе. И дети, которые... Есть пилотные школы, которых преподают музыку 3 часа в неделю. Вообще в общеобразовательных школах она же преподает только 1 час. А у нас в пилотных школах 3 часа. И даже не в пилотных, а в простых школах, которые, если директор, завуч, они более продвинутые люди, они это допускают, делают и практически занимаются... Известивают такие возможности. Да, по-крусски, вот школа СОЖ номер один, там практически все дети играют на флейте. И у них есть детская филармония. Наряду с хамусом они вот выбрали флейту. И детскую филармонию открыли. И каждую неделю эти дети выступают. И сколько мы говорим о общеобразовательных школах, чтобы наши дети, которые учатся в детской музыкальной школах, сделали бы большие перемены, чтобы они могли показать своё искусство. Когда первый класс приходишь и спрашиваешь, хотите учиться музыке, все стопроцентно поднимают руку. Значит, дети хотят. Хотят заниматься музыкой. И я бы хотела сегодня сказать, что вот как экспериментальные школы, в которых учатся, вот пилотные школы, там увеличивается качество учёбы. Дети становятся более раскованными. Они хотят выступать на цене, а на цене хочет выступить только человек свободный, скажем, да. И заболеваемость ОРВИ сокращается. Потому что флейта, она дыхательный процесс, всё это идёт со здоровьем связано. Поэтому, в принципе, это главная задача, главная цель нашего проекта не подготовить музыкантов, а подготовить конкурентоспособного, духовно человека, которого вообще занимался и другими видами искусства, и вообще выбирал заранее уже в школьных скамейках свою будущую профессию. Всесторонне развитая личность. Всесторонне развитая личность, да. Сейчас же вот один из богатых людей Китая считает, что 500 миллиардов работ будут заменены компьютерами и роботами, да. Поэтому мягкие навыки никто не заменит никогда. Мягким навыкам относятся игра на музыке, скажем, художественные, шахматы и хореография, скажем, да. Этот год для нас, я считаю, очень удачным, потому что первый рабочий день 9 января Айсен Сергеевич Николаев пригласил нас именно по поводу разговора о проекте «Музыка для всех». Ну, как раз три этапа же, да, завершились? Да, как раз. И вы как раз подступаете к четвёртому этапу. Четвёртый этап, которого мы ещё не написали, который будет написан. И действительно, или заканчивается проект, или продолжается. Поэтому, значит, Айсен Сергеевич сказал, что он поддерживает это всецело. И нужно расширить этот проект за счёт хореографии. За счёт хореографии. Ну, мы очень рады. Действительно, мы с колледжем, вот, Дарья Ивановна, уже давно сотрудничаем. Работаем её отношение к детям, насколько, ну, это талантливые люди, педагоги работают в этой колледже. Поэтому, конечно, мы возлагаем очень большие надежды именно на этот колледж хореографический, что они найдут золотую середину, как это сделать, и как, ну, в нашем проекте, как одно из крупных направлений должно развиваться данный проект. И Айсен Сергеевич ещё поддержал, что мы с этого года, нового учебного года, должны объявить в республике десятилетие музыки. Среди общеобразовательных школ, детских садов, детских школ искусств, до 33-го года будет десятилетие музыки. Поэтому и приобретение инструментов, и преподавание, и повышение квалификации, всё будет развиваться вот согласно этого плана. Но, оказывается, этот проект ещё охватывает и детские сады. Вот об этом скажите. Да, детские сады мы, естественно, ядром вообще вот музыкального развития является детские сады. Вот есть детский сад Мичарь, да, Актёмский научно-образовательный центр. Вот в этом центре, Актёмцах, работают три преподавателя с консерваторским образованием. Представляете? В детском саду. В детском саду и в школах, да. И эти в детском саду дети, которые поступают в первый класс, учителя их уже знают, кто, ну, наши, как говорят, способности, и они уже, скажем, музыкальную грамоту знают, ну, начальную, скажем так, да. И у нас должно быть вот утверждено, ну, скажем, стандарты по проекту «Музыка для всех». Выпускники детских садов что должны, каких композиторов должны знать, оперу какую-то музыкальную. Они же поставили именно в Актёмцах князь Игорь. Представляете? Совместно с артистами Государственного театра, оперы и балета. Конечно, главные герои пели, да, но начиная с технических работников, кончая учениками, все пели в этом хоре, и князь. Очень хороший спектакль поставили. А вчера буквально вот этот, центры Сергея Ляхские поставили Морозовские сказки «Музыкальном царстве о шахматном государстве». Музыкальный спектакль поставили. Детские сады. Да, здорово. Совместно с театром оперы и балета. Дарья Ивановна, давайте вот к вам перейдём, да, хореография. Вот как вы себе представляете это присоединение вот к этому проекту? Ну, к этому уникальному проекту мы уже были в этом проекте, как взаимосвязаны. Мы принимали участие в мероприятиях. Мы, вот если с этой деятельностью, то работали точно, конечно, не так массово, как будет в будущем, когда мы уже будем официально в проекте. С детскими садами сотрудничаем, с школами. Наши преподаватели преподают. Ну, это общеразвивающая программа, конечно. В отличие от у нас общая, предпрофессиональная, профессиональная. А мы, у нас в самой школе студии есть и для детей с трёх лет до восемнадцати. И есть студия тоже общеразвивающая для взрослых женщин. Это тоже как бы часть проекта. И, конечно же, музыка и хореография – это едины. Мы танцовщики, артисты балета, балет. Мы танцуем, конечно, музыку. Потому что без связи, взаимосвязи музыки и балет, конечно же, представить без музыки невозможно. Так же, как танец. Ну, конечно, есть какие-то направления современной хореографии, которые под какие-то звуки. Но любой звук – это всё равно музыка, конечно. Поэтому я считаю, что наша школа, я даже благодарна, что мы именно вот в этот момент входим к десятилетию. Сейчас именно входим, потому что наши выпускники с двадцатого года получают две квалификации – артист балета и преподаватель. Поэтому раньше только был артист балета, и они отдельно обучались на преподавателя. А сейчас они имеют возможность преподавать как раз-таки в детских садах, как и в кружках танцевальных, в ансамблях, в школах общеобразовательных. Поэтому как раз вовремя, я думаю. И вот так же мы готовы сейчас. Мы готовы стать центром, научно-методическим центром этого проекта. Будем работать, планировать вместе. И распространять уже по всей республике, да? По всей республике. У нас же обучаются отобранные дети, и, конечно, наша цель – обучить профессионального артиста балета. А в данном проекте, конечно, это большой охват, чтобы всё население двигало. Сейчас очень мало двигаются гаджеты, мы знаем, проблемы с питанием, с гиподинамией. Поэтому двигаться под красивую музыку, под прекрасную музыку, двигаться красиво и духовно обогащаться, то, конечно же, чтобы вся республика, все дети, не только дети, но и взрослые, и даже пожилого возраста тоже люди. Ну, в принципе, вот мы в городе Якутске провели встречу с хореографами под руководством Индири Петровны, начальника управления культуры. И я удивилась, все хореографы прямо восторженно отзываются, что они хотят вступить, присоединиться. Во-первых, у нас есть сайт, у нас есть журнал, в котором мы обязательно откроем раздел «Хореография». И там и научные статьи могут идти, и научно-популярные, и просветительские, и образовательные можно, опыт работы и так далее. Поэтому я вообще-то очень довольна тем, что хореографы в республике, вот в Улусах и так далее встречают это предложение. Я даже не ожидала. Я думала, надо будет их уговаривать и так далее. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на рекламу, и через несколько минут вернемся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск сегодня». И тема нашего разговора – проект «Музыка для всех». Ольга Михайловна, вот вы подошли уже к четвертому этапу проекта «Музыка для всех». Вот собираетесь его масштабировать? Как это будет? Да, ну, мы проводили четыре международных конгресса, и три участника третьего международного конгресса и четвертого международного конгресса предлагают масштабировать его по Российской Федерации. У нас-то четвертый конгресс назывался так – «Музыка для всех как феномен современного музыкального образования России». Поэтому у нас есть такие, которые постоянно с нами работают. Новосибирская консерватория имени Глинка, Робства Людмила Павловна уже седьмой год проводит научно-практические конференции. Там одним из главных вопросов проект «Музыка для всех». И Дина Константиновна Кернарская, которую знают, обожают нашу родительскую общественность, она, например, сказала, мы даже музыканты не верили, что этот проект так долго продержится, еще будет продолжаться. А сейчас мы на примере Республики Саха видим, что он может продолжаться и в других регионах. И успех нашего проекта, они все вот эти профессора Гнесинки, профессора консерватории Москвы, Санкт-Петербурга, они считают, что главный успех этого проекта в том, что у него есть государственная поддержка. Государственная поддержка и разработанная четкая система управления вот этим проектом. Вот я показываю здесь схему, структуру управления проектом. С этой стороны у нас вот Министерство образования, учреждение Министерства образования, а с другой стороны учреждение Министерства культуры. Есть попечительский совет, есть научно-методический совет, и создан 16-го года Центр проекта «Музыка для всех» при высшей школе музыки. И в этом году рекомендовано, чтобы мы открыли еще автономную некоммерческую организацию. Хотя у нас есть два общественных, региональных общественных организаций. Это музыканты Якутии, руководитель Дидюкин, и учителя музыки, которым руководит Мегина Светлана Ивановна. И вот потом, после этого, вот когда мы выходим на другие улусы, у нас это создано, вот почти четвертый год мы работаем с этими музыкальными кластерами. У нас в республике создано 8 музыкальных кластеров, где объединяются каждые улусы. Например, городские округа, город Якутии, город, то есть поселок Жатай, один городской округ, центральный округ, где эти улусы, да, очень хорошо. Вот заречные улусы, самый большой кластер, куда входят 8 улусов. Три арктических улуса объединяются в свои кластеры. Верхоянский, Среднеколымский арктические улусы. И Вилюйский улус, ну, в общем, 8 улусов. И вот в чём это... Дело в том, что вот синергия... Смысл в этом? Да, смысл заключается в том, что если в школе работает только один учитель музыки, один хореограф, они практически ничего не могут сделать. А они, ну, 8 марта выступают, 23-го, битва хоров делают, не под живую музыку, а под фонограмму. Ну, только внутри школы, получается. Да, и они, нет, они могут участвовать и так далее, когда им надо директор или завуч говорить, идите туда выступайте. А когда в этом заинтересован будет директор школы, завуч, тогда они увеличивают часы, потому что хотят, чтобы это было. Они хотят, чтобы дети участвовали в международном конкурсе «Розовая чайка», например. Что в этом году мы, оказывается, не приняли участие, через 2 года обязательно должны принять. Получается, с энергии проекта, когда 4 человека в этой школе думают с утра до вечера о проекте «Музыка для всех». И успех, конечно, обеспечен. Поэтому вот в этом и развиваю. А в детских музыкальных школах, чтобы дети шли туда с охотой, чтобы эмпатия была у детей, чтобы они любили музыку, чтобы у нас не секрет, когда в сольфеджи не хотят ходить, хор не хотят. Что селком родители заставляют. Все время, в наше время было этюды, кроме этюдов, никто не умеет вальс играть и так далее. А сейчас вот музыкальные спектакли ставят уже с детского сада, с детского возраста. Ну, поэтому в этом отношении возможности у детских музыкальных школ и у детских школ искусств огромные. Во-первых, этот проект дал, чтобы они летом пустые не стояли. И называется это направление «Пятое четверть». Обязательно, чтобы занимались музыкой. Есть у нас направление каникулы с музыкой, чтобы эти музыкальные инструменты, которые приобретены на большие суммы денег, чтобы во время весенних, осенних, я, например, нигде не учусь, но я хочу научиться играть во время каникул, скажем, укулелы или на гитаре, или в блокфлейте. Я могу идти туда записаться. Или на ударных, например. Или платно, или бесплатно записываются и рабы. А летом вот площадки. Во всех так называемых лагерях мы рекомендуем, рекомендуем, чтобы были занятия первые до обеда музыкой. Обязательно. Поэтому в этом направлении... А вот обеспеченность, во-первых, и преподавателями, да? Это стопроцентная, да? И музыкальными инструментами. Это не представляет из себя такой проблемы. Проблема есть. Проблема есть. Во-первых, не во всех школах есть кабинеты музыки. Тем более сейчас Михаил Ефимович ставит задачу, чтобы эти кабинеты музыки превратились в лаборатории музыки. Представляете, как это сложно? Допустим, поэтому мы сейчас работаем над положением этих лабораторий, да? И когда вот эта пилотная школа открывалась, Министерство образования выделяло, специально приобретало эти инструменты и давали, ну, отправляли этим школам и так далее. Поэтому, конечно, проблема есть. Как только начался этот проект, при Арктическом институте и при Высшей школе музыки такое направление открылось, профиль музыкальная педагогика. Но оканчивает это всего 3-4 человека в год. Поэтому они идут в течение 10 лет, это 40 человек уже, если не больше, они идут работать и детские сады, и общеобразовательные школы. И они уже с самого начала знают, что такое проект музыка для всех. Поэтому они являются нашими пропагандистами. Вообще, вот, начинать вместе – это великое дело. Потом держаться вместе – это прогресс. А работать вместе в течение 10 лет – это успех. Поэтому мы считаем, что мы создали команду проекта «Музыка для всех». и сейчас его усилим за счёт хореографа в республике. Ну вот за 10 лет Вы какие перед собой такие задачи ставите у нас в республике? В десятилетии музыки Вы имеете в виду, да? Во-первых, Вы всё время спрашиваете, какие результаты. Чтобы тут я на столе поставил, вот такие результаты у нас. Это значит социологические исследования. Социологические исследования не только, начиная с детских садов. Составить стандарты, какими должны стандарты проекта «Музыка для всех». Мы должны удостоверение. В этом удостоверение дали только СОЖ номер один, который в филармонии есть. Проекта «Музыка для всех» они свидетельство сделали. И детям вручили эти свидетельства. Значит, этот ребёнок знает музыкальную грамоту, умеет играть на одном из инструментов и хорошо играет 2-3 произведения. А это должны достигать в проекте «Музыка для всех» все общеобразовательные школы. И если, допустим, мой ребёнок не читает и не умеет решать, я же буду чувствовать родители себя, ну, я не организовала это, да? Это государство организует. Поэтому государство сейчас должно организовать, чтобы они знали ноты. Это была раньше узкая такая дверь, через которую якобы только талантливые входили. Ну да, только в музыкальных школах уже ноты изжили. Да, мы должны создать. Вообще в образовательных школах не было такого. В музыкальную среду. Если музыкальная среда, вот мать идёт в детский сад забирать ребёнка, и когда одевают, классическая музыка звучит, и ребёнок спрашивает, это кто, и какой инструмент, и так далее. Когда возвращается дом. Есть у нас посёлки, которые этого добились. Идёт прямо в это. Есть внутриутробном, у нас же в городе Якутске тоже есть, они занимаются. И с утра родители включают, когда в грудном ребёнке, классическую музыку. Какую включать, и так далее. Всё это знают. На какую громкость. Да, да, да. Поэтому в этом отношении, конечно, проект «Музыка для всех». И чтобы привлечь как-то родительскую общественность, мы четвёртый раз в этом году проводим республиканский конкурс «Музыкальная семья». Сейчас вот в восьми кластерах должны до мая месяца пройти эти конкурсы, а в ноябре месяце они должны на республиканский конкурс. Вы знаете, я прямо иной раз так удивляюсь, насколько профессиональны, талантливы наши родители. Ну, когда вот они вокально-инструментальный ансамбль организуют, ребёнок поёт или играет на каком-то инструменте, и все члены семьи играют. Просто удивительно. Но это не только благодаря проекту. Это просто родители, которые должное внимание уделяют. Ведь музыка – это образовательная технология. Если Михаил Козинник, участник второго конгресса, говорит, если вы хотите воспитать Нобелевской премии, хотите первый шаг сделать, пусть он учится музыке. И не обязательно. А если вот у ребёнка нету слуха, слух развивается? Нет, слух – это миф. Это не я говорю, это Дина Константиновна Кернарская. Слух можно развивать. Слух можно воспитать. Поэтому детская музыка, школа, ритм и так далее – это всё. Даже глухие люди нам казалось бы. Нет. Когда Нина Александровна Бергер тут приезжала, я вообще поражалась. Вот 10 дней всего. И в течение вот этих 10 дней и танцуют, и поют, и играют на инструменте. Значит, можно его развивать, да? Развивать можно, развивать можно. А представляете, мама, будущая мама, слушает классическую музыку. Под сердцем ребёночек ещё плавно двигается и танцует. А потом так же с плоденцем, слушая музыку, двигается. А потом этот ребёнок сам встал на ноги и пошёл танцевать. Ну, ходит, а ходибает, слушает, да? Слушая музыку, ребёнок же танцует. Даже как маленький на руках. Танцует медленно, быстро. Но в утробе он слышит же, говорят, различает голоса родителей. Была недавно, скажем, в Сириусе, образовательный центр Сириус, фонда талант и успех в Сочи. И было очень приятно, что там собираются одарённые дети со всей республики под направлением наука, спорт и искусство. И было приятно удивлена, и слышать было очень приятно, что знают Якутии по высшей школе музыки, по нашей школе и по проекту «Музыка для всех». Мы сейчас прервёмся на рекламу, дорогие друзья. А через две минуты вернёмся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск. Сегодня». В студии режиссёра Николая Слепцов-Айдын, Мария Новгородова, микрофона Любовь Петрова. Тема нашего сегодняшнего разговора – проект «Музыка для всех». В студии у нас Ольга Михайловна Харайбатова и Дарья Ивановна Дмитриева. Ольга Михайловна, вот хотели сказать о кластерах, да? Да. Про «Музыка для всех» он стал брендом Якутии. Например, мы «Розовая чайка», вот второй раз провели конкурс, мы получили патент до 1933 года. Товарный знак называется и знак обслуживания. Сейчас мы проект «Музыка для всех» тоже дали на патент. Теперь мы издаём ежеквартальный журнал «Музыка для всех». В этом журнале это просветительский, образовательный, педагогический, можно даже сказать, культурный журнал. И здесь у нас несколько этих, ну и родительский уголок есть, и родительский дом «Начало-начал». Когда родители не заинтересованы, ребёнок никогда не будет выбирать музыку. Это только очень талантливый ребёнок сам пойдёт. А в остальном, конечно, это всегда родители. Поэтому я, вот пользуясь этим временем, хочу сказать, что вот эти журналы вам очень помогут в выборе, вот какой школы и так далее. Сейчас все детские музыкальные школы, стоит задача, они берут очень мало людей, но платные услуги должны оказывать. Арктический институт, при Арктическом институте открылась детская школа искусств. При высшей школе музыки летние творческие школы проходят. И здесь, когда ребёнку можно отдать, а втянется, он останется там, скажем. Самое главное сейчас создание среды, музыкальной среды в Республике Сахан. Но мы считаем, что мы, например, хотим, чтобы заменить школьные звонки, я в течение 10 лет говорю, на классическую музыку. Как делается в 324-й московской школе «Жар-птица», дети очень спокойно выходят на перемену, с географией на математику должны идти, и очень спокойно заходят. Играет классическая музыка. А у нас музыку так дадут, что вообще забудешь, с какого урока вышла и на какой урок пойдёшь. Так, у нас телефонный звонок. Алло? Наушники одеваете? Алло, здравствуйте. Слышно, да? Да, плохо, погромче. Добрый день. Здравствуйте. Ага. Ваш вопрос, пожалуйста. Вопрос. Вот, например, раньше было, у нас это самое, музыка очень развита в советское время, потому что на радио был оркестр, хор, а сейчас ничего нет. Нет музыкального режиссёра, а это очень плохо показывается на качестве. И вот, когда на концерты ходим, да, это самое, ну, художественная самодеятельность, звук такой громкий, это вообще как будто бы для большой такой, большого стадиона. Такие звуки, например, ну, допустимые даже, по-моему, децибелы, это 45, а там я не знаю сколько. Ясно. Все большие стадины ставят. Ну, и ещё вот что хотела сказать. Всё-таки музыкальное воспитание очень-очень отстало. Ну, в смысле, вот, с тех времён. Сейчас, конечно, вот, хорошо, что развивает, но вот, например, очень плохо развито ансамблевое выступление. Они дуэтом не могут спеть, поют, это сама, в унисон и называют это дуэтом. Вот так. Ага. Ну, всего доброго. Спасибо. Спасибо, видимо, что этого музыкант задаётся вопрос. Спасибо большое, конечно. Да, действительно, очень злободневный вопрос. Вот перед НВК мы всё время поставим вопросы, чтобы специальные передачи должны быть посвящённы именно музыке. Музыке классической музыки. А из Аришетникова какие передачи вела. Раньше, ну, много было. Галина Михайловна Кривошапка. Галина Михайловна Кривошапка, Индигирский Владимир. Да, Владимир Индигирский, да. Очень хорошие передачи были. И, естественно, мы, вот, как наше поколение воспитано на этом, да. Хотя мы не музыканты, но мы уже тогда знали, что настолько музыка влияет на жизнь человека. И мы постоянно гонялись за этими пластинками и так далее. И когда у нас тут был оркестр симфонический, у нас были специальные посредом, всегда они в прямом эфире давали концерты классической музыки. Ну, сейчас филармония есть, они могут дать эти концерты. Поэтому, но время не дают. Всё же время говорите, что никто не слушает. Вот видите, люди, оказывается, слушают. Поэтому надо, и я хотела пользоваться случаем, сказать спасибо вам, что вы пригласили нас. Тем более у нас действует такой проект, и поэтому классическая музыка должна звучать. Обязательно, обязательно, поэтому это во многое, это зависит и от глав муниципальных образований. Когда они дадут, пригласят управление культуры, управление образованием, и скажут, чтобы в ваших учреждениях всегда играла классическая музыка, что они не будут, что ли, исполк? Конечно, будут. Поэтому это надо сделать, и действительно, это то, что говорят, что громко очень, это тоже, это сразу говорит человек о том, который ходит на эти мероприятия с удовольствием. Спасибо за вопрос. Вот о работе по республике. Мы начали планировать, буквально с 9 января, начали планировать, разговариваемся, начали ещё теснее сотрудничать, планировать работу, чтобы это было системное, с большим охватом, чтобы каждый ребёнок, будущий ли он врач или другой специальности, учёный, другой шахматист, спортсмен, ну любой профессии, чтобы этот ребёнок занимался и музыкой, и танцевал. Это общеразвивающая программа. Будем думать, как, то есть сеть, большая сеть, где много и муниципалитет, и межведомственные сотрудничества должно быть. Это же из детского сада? Да, и детские сады. Может быть, даже на Министерство здравоохранения, Министерство спорта тоже будем выходить для сотрудничества. Чтобы работа началась и велась не по мероприятиям, и не точечно, а чтобы работа велась постоянно, системно, планово. А для нас, для нашей школы это тоже полезно, потому что, ну и для детей республики тоже. Дети, желающие танцевать, все хотят танцевать, и все любят танцевать, что дети, что взрослые. И вот дать возможность, чтобы дети танцевали, чтобы у них была возможность танцевать под музыку. А мы будем, пользуясь большим охватом, выявлять, чтобы каждому ребёнку Якутии, ну в данном случае Якутии, ну и дальше регионах России, быть просмотренным и отобранным, если есть способности. Да, вот это для вас как раз и хорошо. Как раз данные хорошие, никто не смотрит, и он останется там, скажем так. Да, да. Поэтому... И очень важная задача, наверное, ваше научное, ну, повышение квалификации. Да, конечно. Вот отдельно для детских хореографов садов, для хореографов народных танцев, для хореографов общеобразовательных. Посветительские, образовательные, методические, конечно, всё. Ольга Ивановна, вот этот проект, вот к 30-му году, да, вы ставите свою цель, как бы выйти на мировой уровень. Да. Но мы считаем, что практически высшая школа музыки уже вышла на мировой уровень, потому что это, я говорила, бренд Якутии. Якутии, наши скрипачи, их везде знают, они, когда их слушают, особенно их поражает то, что они, ну, китайцев они удивляли, что они без ноты играют. А наши девочки, наши вот ансамбль играет без нот столько произведений в течение двух часов. Это поразительно, конечно. И это сейчас вообще очень действительно, это тоже бренд Якутии, да. Многие выпускники, вот сейчас до Гуева приехала из Москвы, выпускница в высшей школе музыки, и по УЛУСам сейчас она ездит, пропагандирует, ну, концерты ставит. Многие выпускники высшей школы музыки работают в этих таких ансамблях, оркестрах, например, в Санкт-Петербурге работают. Зарубежных. Да, зарубежных очень много, поэтому. И у нас вот в журнале «Музыка для всех» есть мировой музыкальный кластер. Мы там о Тане не писали, ну, в общем, о наших выпускниках постоянно пишем. Те, которые и оперные певцы есть, у нас уже известные, да, которые пели в хоре мальчиков города Якутска. Сейчас они, вот, поэтому в этом отношении, конечно, это есть. Мы считаем, что... Ну, у нас до конца эфира осталось две минуты. Вот ваши пожелания нашим радиослушателям, телезрителям. Ну, я пожелаю всем хорошего настроения, слушать музыку, танцевать, крепкого здоровья, ну, и, конечно же, детей приводить на занятия по музыке и хореографии для всех. Ну, я желаю всем мирного неба, самое главное, чтобы нашим детям никогда не знали, что такое война, и они могли бы заниматься музыкой. Все, кто хочет, должны заниматься музыкой. И хотела бы обратиться к родительской общественности. Родительская общественность обязательно с местной, с педагогической общественностью должны поддерживать этот проект у себя дома, у себя в посёлке, создать среду музыкальную, и тогда, конечно, этот проект будет успешен. Но я, вообще-то, уверена, что в успехе этого проекта, потому что за всё, за что брался Михаил Ефимович Ефимов, всегда этот у нас заканчивался удачно, можно сказать. Пока ещё не появился, в 2013 году только проект появился. А он до этого 20 лет вперёд создал детскую школу искусств, скажем, то есть высшую школу музыки и детскую школу искусств. Вот, ну, Михаил, хотела бы закончить цитатой Михаила Ефимовича, что сейчас идёт борьба не за газ, не за нефть, а за умы, за будущее поколение, которые бы перевернули весь мир. Да. Всего доброго. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами. Желаем вам всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok